Всем привет, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня я хочу поделиться с вами фаворитами люксовой косметики, которую я использую лично для себя чаще всего в последнее время. Какие-то из этих продуктов вы увидите в первый раз, какие-то вы видели, возможно, в недавних обзорах, а какие-то из года в год, знаете, мелькают так или иначе, потому что действительно являются практически незаменимыми. Я старалась сделать такой минимальный топ, потому что говорить о люксовой косметике, вы знаете, я могу долго, много, много, и, конечно же, продуктов в этом сегменте хороших очень-очень много, но все-таки я решила ограничиться именно теми продуктами, которые использую вот в последний месяц практически на постоянной основе. Поэтому, если вам интересна тема люксовой косметики, то, конечно же, не переключайтесь и продолжайте смотреть это видео. Но начнем мы с вами, конечно же, с тонального средства. Первое, что я хочу показать, это будет тональное средство, которое можно приобрести в России, например, в золотом яблоке. Я точно знаю, что так или иначе этот тон появляется периодически в онлайне. Это тон от бренда La Mer, и он называется The Soft Fluid Longwear Foundation. Потрясающее покрытие, невероятно красивый финиш на коже. Честно, ни один другой тональный крем такой красоты еще не творил с моим лицом. Я уже так или иначе заикалась здесь, а также в других социальных сетях, что в последнее время моя кожа, к сожалению, находится в далеко не лучшем состоянии. Я обещаю, что в скором времени я обязательно расскажу подробности, сделаю, наверное, отдельное видео на эту тему. Ну а пока просто хочу сказать, что я знакома с этим кремом достаточно давно, потому что часто использовала для клиентов, например, на 5 днях. Но для себя в личное пользование я его не приобретала. Он очень круто скрывает какие-либо несовершенства, он сглаживает поры, он делает просто настоящий фотошоп, в хорошем смысле этого слова, с вашей кожей. Вы его не ощущаете, вы не видите покрытия, но при этом при всем вы понимаете, что тон у вас очень хорошо выровнен. Что касается самого финиша, то я не могу сказать, что это влажный или матовый финиш. Это, очевидно, эффект второй кожи. То есть такое, знаете, атласное сияние с легким подсвечиванием кожи изнутри, только лишь в выступающих участках лица. Поэтому, если вы в поисках действительно суперкрутого, люксового, тонального, которое отлично подойдет как для сухой кожи, как для комбинированной кожи, как для жирной кожи, то это однозначно этот тон от La Mer. Потому что, поверьте мне, когда я работала на бьюти днях, я наносила данное средство абсолютно на разную кожу, в разном состоянии она у девушек была. И он всегда выглядел потрясающе. Он только лишь улучшает состояние. И если, например, кожа и так, как вы знаете, бывает идеальная, он это, конечно же, тоже очень деликатно подчеркнет. Следующий это будет консилер. И сейчас покажу продукт, который абсолютно не новый, но спустя годы ты только начинаешь все больше и больше его ценить и любить. Потому что, когда ты начинаешь пользоваться чем-то новым, сравниваешь автоматически его именно с этим продуктом, и понимаешь, что он все-таки один из лучших. Это консилер от бренда Dior Forever Skin Correct. Они сейчас, кстати, обновили упаковку. Там, по-моему, немножко изменился шрифт расположения как раз-таки текста на упаковке. Но в целом текстура не поменялась, это одно и то же. Также у Dior сейчас вышли новые консилеры именно в линейке Backstage. Я их уже попробовала, но скажу сразу, что они меня не впечатлили. И сравнивать именно с этим консилером от Dior я бы их точно не стала. Это консилер, который отлично выравнивает, подсвечивает, скрывает несовершенство, освежает ваш взгляд. Что важно для меня, он идет именно с увлажняющим покрытием, то есть таким финишем увлажняющим. И при этом, при всем он практически не скатывается. Конечно же, тут все зависит от того, как вы его нанесете, в каком количестве. Но по большей степени, общаясь с девушками в большом количестве, я понимаю, что этот консилер является фаворитом у многих. И в последнее время, сейчас я опять вернулась к нему, потому что все-таки, когда хочется скрыть признаки несовершенств, когда хочется освежить взгляд, если вы мало спали, то этот консилер просто вот так вот в два счета освежает, не перегружает, не подчеркивает мимические морщинки, что для меня очень важно. Следующее, что я хочу показать вам, это будут кремовые румяна от бренда Westman Atelier. Про этот бренд на своем канале я еще ни разу вам не рассказывала, но скажу честно, что давно засматривалась на их продукты. Видела их в обзорах у различных англоговорящих блогеров, и мне тоже очень-очень хотелось их попробовать. Мне подарили эти продукты на день рождения. Сразу скажу, что у меня есть еще контурирующий стик, но про него я вам расскажу чуть позже в другом видео. А сейчас как раз-таки хочу сказать про эти кремовые румяна. У меня они идут в оттенке Petal. Продукт называется Baby Cheeks Blush Stick. Во-первых, хочу сразу сказать про упаковку. Ну, конечно же, вообще, в принципе, все люксовые продукты, сразу когда ты берешь их в руку, то это абсолютно другие тактильные ощущения. Продукт, как правило, увесистый, тяжелый. Здесь продукт идет в металлической упаковке. Магнитная упаковка. Магнит, кстати, очень-очень такой, знаете, мощный, сильный. И румяна здесь вот так вот выдвигаются. Что касается оттенка, то мне кажется, если бы можно было выбрать один идеальный, универсальный оттенок румян, то он выглядел бы именно так. Когда я их нанесла и растушевала на своем лице, мне очень этот продукт напомнил кремовый румяна Клю Депо в оттенке номер 4. Если вы смотрите меня давно, то вы наверняка помните эти потрясающие кремовые румяна, которые, к сожалению, сейчас уже не достать. Да и даже когда бренд продавался на российском рынке, этих румян всегда не было в наличии, то есть они всегда были sold out. Одним словом, это очень красиво. Что касается оттенка, то это, знаете, такой приглушенный розовый. При растушевке он уходит слегка в оттенок пыльной розы, и поэтому вы здесь можете регулировать степень интенсивности очень легко. То есть если нанести этих румян прямо каплю, немного, то можно получить очень естественный эффект натурального румянца. Можно его наслоить и получить такой, знаете, более яркий, выразительный розовый румянец с эффектом Baby Doll, и как раз таки мне нравится, что здесь вы можете классно контролировать вот эту интенсивность. Тут, как я уже сказала, идет оттенок розовый, все-таки уходящий немного в пыльную розу, и поэтому если даже у вас есть какие-то красные моментики на лице, воспаление, предрасположенность к куперозу, то это тот розовый, который не будет подчеркивать как раз таки весь вот этот вот момент, который вы хотели бы скрыть. В общем, оттенок очень универсальный. По финишу хочу сказать, что это слегка подсвечивающая текстура, и при этом при всем очень важно отметить их стойкость. Я специально их несколько раз наносила и не дублировала ни пудрой, ни какими сухими румянами, для того, чтобы посмотреть, как они будут держаться на моем лице. Моя кожа не слишком склонна к жирности, но все равно летом я наносила их как раз таки, когда большую часть времени я была на улице, под солнцем. Они отлично продержались, поэтому такой тест-драйв они тоже у меня прошли. И сейчас каждый день я использую их. А еще, кстати, этот оттенок безумно красиво смотрится на губах в качестве помады, поэтому имейте в виду. Теперь давайте, наверное, сразу поговорим про сухие румяна в том числе. Здесь у меня будет два продукта, потому что один будет от бренда, который достаточно сложно достать в России, но все-таки, возможно, при помощи байеров, а второй как раз таки вы можете спокойно приобрести в России. Первый продукт это будут такие румяна от бренда Hermes в оттенке 32. На самом деле у меня есть несколько оттенков, но именно 32, на мой взгляд, является максимально коммерческим и универсальным. Это опять-таки безумно красивое сочетание персикового и розового. Текстура абсолютно матовая, здесь нет никаких шиммерных сияющих частиц, но при этом при всем текстура подсвечивающая. Я не знаю, как они это делают, но действительно, когда я наношу румяна Hermes именно вот в таком сухом формате на свое лицо, я получаю тоже легкий эффект с фотошопа. Поры как будто бы сглаживаются, и кожа выглядит, знаете, так ухоженнее, красивее. Мне очень нравится этот эффект. Ну и, конечно же, я думаю, через камеру видно, какой это красивый освежающий оттенок. Я обожаю наносить этот оттенок румяна еще и на глаза, просто в свой повседневный макияж для того, чтобы освежить свой взгляд. Получается действительно очень красивый результат. Ну и румяна, которые, как мне кажется, очень схожи как раз таки с предыдущими, это румяна от бренда In Beauty. Я вам их много раз показывала, но если вы в поиске красивых люксовых румян, в таком, знаете, универсальном оттенке, вот чтобы можно было приобрести одни и использовать их в дневном макияже, в вечернем макияже, с абсолютно любым оттенком кожи, то это наверняка будет что-то вот такое персико-розовое. У In Beauty, по-моему, в линейке только один оттенок присутствует, и мне кажется, он такой, вы знаете, прямо идеальное попадание, идеально коммерческий, как я уже сказала, очень универсальный. Здесь текстура немного другая, то есть их нужно прямо наслаивать для того, чтобы получить более интенсивный оттенок, потому что, например, Hermes, вы набираете, если их обильная на кисть, сразу продукт отдается на лицо в большом количестве, поэтому с ними нужно быть в этом плане аккуратней. Здесь же текстура более подсвечивающая, и поэтому, например, для новичков нанесение подобного продукта будет намного легче, то есть поставить пятна, какие-то резкие границы этими румяными будет намного сложнее, а также в них содержатся мелкодисперсные сияющие частицы, которые, как мне кажется, заменяют даже использование хайлайтера. Опять-таки, очень классно будет смотреться в складке, например, века, в любом мейке, как я уже сказала, поэтому, если что, имейте в виду. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это будет сухой бронзер от бренда Clorance из их новой летней лимитированной коллекции. Хочу, кстати, вам показать, что у меня были и предыдущие лимитки, бронзеры, также из других летних коллекций от этого бренда, и они всегда идеальны, потому что, посмотрите, Clorance их всегда выпускает в таком тройном сочетании разных оттенков, и благодаря этому вы можете нанести и набрать именно то количество пигмента и ту теплоту, которая необходима лично вам. Что касается самой текстуры, то у Clorance они всегда очень-очень шелковистые, то есть переборщить, поставить какие-то пятна, сделать резкие границы этими продуктами невозможно. Мне очень нравится, что здесь самый светлый оттенок идет с мелкодисперсными сияющими частицами. Следующий идет такой, знаете, нейтрально, я бы даже сказала, как будто бы холодный. Если, например, вы хотите использовать скультру, вы можете набирать средний оттенок в чистом виде, а самый верхний идет более насыщенный и ярко выраженный бронзер. Я смешиваю для себя все три оттенка, потому что все-таки, если я буду использовать вот этот в чистом виде для себя, он мне пока ярковат, плюс мне нравится смешивать его с самым нижним оттенком, потому что здесь есть вот это легкое, деликатное мерцание, и получается, когда я наношу все эти три оттенка вместе, у меня получается такой очень красивый натуральный эффект загара с легким подсвеченным кожей изнутри. Ложится он максимально ровно, без каких-либо границ. В общем, если опять-таки вы хотите что-то красивое, универсальное, плюс обратите внимание, здесь есть очень красивое большое зеркало, большой объем продукта, и вам этого бронзера хватит не только на лето, но и на все следующие сезоны. Поверьте мне, вы будете пользоваться им очень-очень долго. Ну и, повторюсь, универсальность все-таки этого продукта, это, наверное, его одно из главных преимуществ. Итак, у нас осталось не так много продуктов. Сейчас я вам покажу палетку контурирования для лица от бренда Makeup Forever, которую я показывала вам в видео про Хейли Бибер, если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Нашла я эту палетку в Золотом Яблоке, не знаю, к сожалению, если она сейчас, потому что я, по-моему, мне кажется, последнюю тогда забрала. Здесь у нас идет, как вы видите, очень много продуктов. Вот эта половинка палетки посвящена корректорам и консилерам, а это как раз-таки кремовая коррекция. Здесь у нас идут скульптуры, бронзеры, хайлайтер и румяна. Я уже говорила про нее, что я, когда вообще начинала свою карьеру визажистом, моя первая палетка для кремовой коррекции была от Makeup Forever. Там тогда не было столько продуктов, было их либо три, либо четыре, но там были как раз-таки вот этот кремовый хайлайтер, эти кремовые персиковые румяна и какой-то из этих бронзеров, однозначно. Мне безумно нравится здесь сочетание оттенков. Мне очень нравится то, как выглядят эти кремовые текстуры, то есть они действительно подсвечивают кожу изнутри. Они не слишком пигментированы, и несмотря на то, что Makeup Forever заявляет о себе, как о бренде, в первую очередь для персональных визажистов, если вы даже новичок, вы можете с легкостью использовать все эти продукты. Да, я практически не пользуюсь, точнее, не практически вообще не пользуюсь вот этими двумя верхними цветными корректорами, потому что все-таки я не люблю уплотнять покрытие подобными текстурами. Я использую консилеры, которые идут ниже, и я очень боялась, что они будут слишком плотные и неподвижные. Но на самом деле они тоже очень классно смотрятся в зоне под глазами, потому что у них такой, знаете, увлажняющий финиш, подсвечивающий, и они прямо вот рассеивают мимические морщинки, как будто бы зрительно разглаживают кожу, и поэтому сейчас, когда мне нужно взять с собой что-то для кремовой коррекции, и я не хочу вести много продуктов с собой, у меня в последнее время очень много командировок, и вы знаете, я стала ценить еще большую универсальность подобных как раз-таки продуктов, и стараюсь прямо вот брать минимум свою косметичку, поэтому я беру просто эту палитру и знаю, что все будет точно красиво, и в любом случае я сделаю классный мейк при помощи всех этих продуктов. Теперь давайте поговорим про макияж глаз. Здесь я хочу отметить вот такую палетку от бренда Guerlain. Эти палетки вышли у бренда не так давно, и они точно есть в продаже в России. Я приобрела для себя палитру в оттенке номер 214, но там все палитры из этой коллекции безумно красивые. Я сейчас всегда, когда работаю на битинях в золотом яблоке, беру все оттенки этих теней и практически работаю только на них. Вы знаете, эти палетки от Guerlain на самом деле мне практически заменили палетки от Tom Ford, потому что раньше я считала, что четверки от Tom Ford просто лучшие, но сейчас, скажу честно, сочетание оттенков, сочетание текстур бренда Guerlain, на мой взгляд, не хуже, в чем-то даже лучше. И вот 214-я палетка на самом деле может являться очень-очень базовой, универсальной. Два верхних оттенка я спокойно миксу между собой, использую для ежедневного макияжа. Ярким, насыщенным вот этим бордово-красным оттенком я очень часто делаю себе какую-то, знаете, стрелочку. Золотистый оттенок использую реже именно для себя, но, опять-таки, когда работаю на пяти днях, в качестве акцента, в качестве такой, знаете, искринки в макияже, очень-очень он ходовой на самом деле. Поэтому обратите внимание на эти тени, потому что они шелковистые, повторюсь, безумно красивые подборки оттенков, ну и, конечно же, оформление очень красивое. Что касается матовых теней, то здесь я вам покажу палетку, которую показывала уже год назад, от бренда Charlotte Silbury, вот такая вот матовая шестерка, тоже использую часто. Все-таки, знаете, матовые тени нужны, матовые тени важны. И, конечно же, я на своем канале вам много показываю подобных универсальных палеток из более бюджетных ценовых сегментов, из тех брендов, которые сейчас можно найти именно на российском рынке. Но если, например, вы любите бренд Charlotte Silbury, и у вас уже много четверок от нее, и вы думаете, что бы себе еще такое взять, обязательно обратите внимание вот на эту шестерку. Матовую, коммерческую, красивую и очень-очень ходовую. Ну и в завершении покажу вам продукты для губ. У меня здесь будет три карандаша. Первый будет от бренда Make Up For Ever в оттенке номер 600. Он сейчас просто постоянно мелькает у меня в других социальных сетях. Тоже выловил его в золотом яблоке, поэтому, знаете, иногда все-таки эти продукты появляются. Просто нужно либо чаще проверять мобильное приложение, либо чаще спрашивать у консультантов именно в самом магазине. Красивый оттенок, очень универсальный. Я его показывала на себе, опять-таки, подробно в видео про Хейли Вибер. Мне нравится, что это мягкие карандаши, которые абсолютно не царапают ваши губы. При этом при всем они очень пигментированные. Они отлично держатся. И 600-ый оттенок, он настолько универсальный, что мне кажется, он нужен абсолютно всем. Ну а если говорить про продукты, которые не представлены в России, но у вас есть возможность опять-таки их приобрести, то я однозначно рекомендую купить карандаши от бренда Charlotte Tilbury, потому что по стойкости именно не сравнится с ними ни один бренд. Я уже говорила о том, что когда я наношу себе на контур карандаш от этого бренда, я могу целый день не переживать о том, как выглядят мои губы, потому что он просто не стирается. Да, конечно же, они сушат губы за счет того, что они такие стойкие, но я им все-таки это прощаю. Мои хавориты — это оттенок Pillow Talk, конечно же, универсальный. Кстати, что касается оттенка Pillow Talk, пока у меня его не было, я думала, что он будет более бежевый. А вот сейчас он у меня на губах, и вы видите, что все-таки в нем присутствует розовинка. А если вы хотите что-то более коричневое, то тогда рекомендую Iconic Nude. Ну и последнее, что я вам покажу сегодня, это будет бальзам от бренда Helibiber, потому что, честно, сейчас мои руки постоянно тянутся к нему. Он круто залечивает губы, он отлично работает, как ночная маска для губ, и он безумно красиво смотрится, как именно блеск в течение дня. У меня еще он со вкусом соленой карамели, поэтому это просто потрясающе вкусно, это красиво, и у него реально такой, знаете, зеркальный эффект. Было предвзятое отношение к этому бренду, а именно к этому продукту, потому что мне казалось, ну, что могут сделать нового с каким-то бальзамом для губ? Ну да, наверное, будет классная душка, и все. Но на самом деле он реально отличается от многих бальзамов. Текстура у него вроде бы густая, но не липкая, он не склеивает губы, и он работает. Вот что очень важно, он не просто красиво блестит, он реально сглаживает абсолютно любые шелушения и даже трещинки. Поэтому, если вы в поисках чего-то классного для губ, то, опять-таки, моя рекомендация — это бренд Роуд от Helibiber. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом видео подходит к концу. Я сегодня поделилась с вами теми люксовыми продуктами, которые я использую именно для себя чаще всего в последнее время. Надеюсь, что такая подборка была для вас актуальна. Обязательно пишите в комментариях, что вы больше всего любите из люксового сегмента в последнее время использовать для себя любимых. Я думаю, многим будет интересно почитать и найти для себя новые продукты. Ну а я вас всех благодарю за просмотр данного ролика. Желаю вам всем отличного настроения, и мы совсем скоро увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока!